Добрый день. Уважаемые участники конференции, хочу поблагодарить за то, что пригласили на это мероприятие, за то, что организовали его именно в Харькове. Это большая честь для первой международной конференции. Хотел бы пару слов сказать о кролиководстве Харьковской области. В современной Украине в области, скажем так, начало развиваться кролиководство, наверное, с 2008 года, когда поголовье составляло всего менее 500 голов. На сегодня поголовье достигнуто уже 8100 голов, из которых 1440 голов кролематок. Харьковская область в этом году занимает шестое место по численности кроликов в Украине и пятое место по объемам реализации кроликов на убой. За 2013 год объемы составили 77 тонн. Что касается дальнейшего развития, это очень актуальная тема. Это в условиях, скажем так, недостаточного обеспечения населения полноценным белком животного происхождения действительно очень важно. Поэтому кролиководство, учитывая скороспелость отрасли и многоплодие, я думаю, что может и должно занять свою достойную нишу в обеспечении населения качественными, прежде всего, продуктами питания. Поэтому хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной работы и считать конференцию открытой. Спасибо большое. Один маленький вопрос. Полгода назад в интервью с начальником отдела животноводства МИНАПК я задал такой вопрос. Когда министерство перестанет называть кролиководство вспомогательной отраслью? Мне сказали, что в ближайшие 10 лет, наверное, такого не состоится. Считаете ли вы кролиководство вспомогательной отраслью животноводства? Или же кролиководство имеет право на именно развитие, на основе, на тех факторах, которые вы сказали? Спасибо. Однозначно, кролиководство должно быть не вспомогательной отраслью. И оно, я думаю, ею не является. Дело в том, что на сегодня министерством аграрной политики действительно взят курс больше на развитие молочной отрасли. Это скотоводство и свиноводство. Поэтому пока что министерство кролиководства я не встречал нигде, никаких программах, вот таких, которые все украинские действительно были бы, республиканского масштаба. Но я думаю, что министерство уделит внимание в свое время. А позиция области? Позиции однозначно нужно кролиководство развивать. Это действительно полноценное питание населения. Это самое главное на сегодня в условиях, наверное, такой недостаточной продовольственной безопасности, скажем так, на сегодня. Однозначно развиваться должно кролиководство. Спасибо большое. Сейчас я хочу представить слово член-корреспонденту Национальной Академии Аграрных Наук, доктору ветеринарных наук, профессору, проректору по научной работе Харьковской государственной зооветеринарной академии Юрию Александровичу Пихотько. Спасибо за представление, уважаемые участники конференции, уважаемые кролиководы, это люди с большой буквы, уважаемые энтузиасты, коллеги, друзья, наши студенты здесь присутствуют. Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы объединить свои знания, свои усилия, свой бизнес для получения определенных дивидендов, для получения выгод для себя. Потому что каждый человек живет для того, чтобы иметь возможность достойно жить и работать. Я хочу сказать о самом объекте нашего сегодня исследования. Это кролик. Кролик очень, кроличье мясо, очень диетическое, оно очень мягкое, оно очень легкое. И поэтому оно требует выращивания кролей, этих животных, требует очень такой кропотливый подход, в котором в содержании этих животных нет мелочей. Именно из этих мелочей, из мелочей содержания, кормления, паения, ветеринарных обработок состоит успех получения продукции, которую мы хотим получить от этих животных и реализовать ее. Наша академия имеет базу для проведения семинаров, имеет базу для проведения выставок. Мы готовим действительно ветеринарных врачей, магистры сейчас ветеринарной медицины, мы готовим технологов. У нас есть кафедра направления развития кролиководства, здесь присутствуют наши студенты. Я сам по основной специальности паразитолог тоже много занимался вопросами, ну как вы все знаете, кто сталкивался, вы здесь все. Это в первую очередь паразитарные заболевания, это эймариоз или кокцидиоз, это бич, без которого, без борьбы с которым невозможно вырастить животное. Ну это все нюансы работы с этим видом интересным, чудесным, красивым, прекрасным видом животных, который может дать нам в будущем и дает сейчас очень хорошую продуктивность. И я приветствую всех вас, участников первой международной конференции ветеринарной аспекты в кролиководстве. Я желаю вам, чтобы вы здесь нашли новые контакты, новые интересы, чтобы вас появились, чтобы вы могли объединить свои знания. И для того, чтобы в будущем использовать эти свои данные, свои знания и связи для своего блага. Я желаю вам успешной работы. Если будут у вас вопросы сейчас или по ходу работы конференции, с удовольствием мы на них ответим, в межах наших знаний. С началом у вас работы конференции. Уже мы, коллеги, продолжаем нашу конференцию. И я с удовольствием предоставляю слово официальному представителю фермерского портала «Фермер.ру» в Украине и координатора оргкомитета этой конференции Дмитрию Титаренко. Добрый день, дорогие друзья. Хочу сократить официальную часть и перейти сразу к благодарности всем тем, без кого эта конференция не состоялась. В первую очередь Департаменту агропромышленного комплекса Харьковско-областной государственной администрации Александру Владимировичу. Александр Владимирович. Официальному спонсору первой международной конференции ветеринарные аспекты в кролиководстве торговой марки «Лапимун». Нашему стратегическому партнеру, который нас обеспечивает данной площадкой, это компания «Экспо-сервис» и, в частности, их руководителю Наталье Рэмовне. Харьковской государственной зооветеринарной академии. Также хотелось поблагодарить за приезд в Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Хотим поблагодарить наших российских партнеров, которые, несмотря на ужасающую информацию по телевизору, все-таки приехали к нам в группе компании «Бионит». Также нашему иностранному партнеру компании «Биавета Украина». Нашему постоянному партнеру, надежному, официальному журналу конференции «Современная ветеринарная медицина». И, в частности, ее главному редактору, Курникову, Юрию Алексеевичу. Также хотелось поблагодарить за медиаподдержку журнал «Кролиководство и звероводство». Также выражаем благодарность постоянному информационному партнеру, рекламному информационному еженедельнику «Реклама на село». Партнеру конференции «Интернет-ветаптеки 33 коровы». Также хотелось поблагодарить и передать слово генеральному партнеру первой международной конференции «Ветеринарные аспекты в кролиководстве» «Инвестиционно-производственной компании «Агроэкс» и ее директору Мирошниченко Александру Юровичу. «Добрый день, дамы и господа!» На правах официального партнера и спонсора компании «Агроэкс» вас приветствуют. Хотим поблагодарить за то время, которое вы уделили и присутствуете здесь на конференции. Это мероприятие уже не первое, которое поддерживает наша компания. Мы считаем, что кролиководство одно из самых перспективных направлений на данный момент. Мы прикладываем, на наш взгляд, достаточно большое количество усилий для того, чтобы на Украине развивалась именно эта отрасль. На данный момент мы определили целый ряд приоритетов, в которых мы двигаемся. Первое – это производство полнорационных кормов. Второе – это мы поставили на поток производство оборудования для кролиководства, которое мы стараемся делать максимально доступным для всех слоев населения, независимо от их достатка. Было бы желание, а все остальное мы вам поможем, расскажем. И, кроме того, сейчас у нас с ассоциацией идет довольно активное, скажем так, координированное действие по развитию такого направления, как программа партнерства. Там она включает в себя от скупки поголовья, также шкуры и ветеринария. И максимально мы хотим облегчить жизнь начинающих фермеров и совместно развивать эту отрасль. Более подробно вы можете увидеть все это на сайте ассоциации кролиководства. И я думаю, что мы сможем сдвинуть рынок с мертвой точки при нашем совместном продвижении. Хочу же так отлиться, мы не останавливаемся в дополнительной кролиководстве. Наша компания развивается и в других областях сельского хозяйства в данный момент. У нас сейчас еще также мы разрабатываем корма для птицы и крупного агатого скопа. Хочу еще раз всех полагалить за внимание и пожелать всем здоровья и успехов в начинаниях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...